Десятая лекция сегодня. Рад вас приветствовать в нашей мужской аудитории. 10 мужиков собрались, включая меня, да, ни одной девушке. Можно будет серьезно поговорить. Итак, сегодняшняя тема это инкапсуляция. Инкапсуляция. Это один из базовых принципов, на котором строится объектно-ориентированная программирование. Надо сказать, что именно инкапсуляции в питоне-то и нет. Вот по-хорошему в питоне, да, там есть объектно-ориентированное программирование, да, там есть классы, но учитывая то, что там можно всегда нарушить эту капсулу, можно всегда залезть внутрь класса и поковырять руками своими, то некоторые говорят, что там плохой объектно-ориентированное программирование. А вы как считаете? Ну, я считаю, что оно действительно специфическое, но оно неплохое. Для очень многих вещей оно прекрасно подходит. Но все-таки красивое, чистое ООП, это C++, или даже еще лучше может быть Java, на Java. Да, ну я не профессионал совершенно в Java, я так что-то где-то слышал, видел там слегка. Но ООП на C++ я знаю, могу изложить, да, и я понимаю отличия в питоне, там действительно нет инкапсуляции. Так что такое инкапсуляция? Когда у меня есть структура, которую я снабдил дополнительно всякими методами, которые я внутрь туда напихал, да, я себе разрешил какие-то некоторые алгоритмы, которые присоединены к данным, но я всегда могу закрыть у них глаза и полезть руками, и ковырять эти атрибуты. То есть у этого студента, у которого есть этот age и name, так вот все фигня, я могу взять их и тупо присвоить туда с какое-то значение, и никакой ageing меня не остановит, его наличие или отсутствие. Да, конструктора по умолчанию нету, ну и что? Все равно я могу всегда присвоить туда, что хочу. Понимаете? Всегда. И после того, как уже конструктор прошел. Поэтому, для того, чтобы запретить произвольный доступ к атрибутам, чтобы у меня состояние моего объекта было консистентным, то есть оно самосогласовано друг с другом, представьте себе, что у меня объект является представителем базы данных, файла, сокета, ну какого-нибудь, может быть, реального, достаточно сложного объекта, и представьте себе, что он находится в каком-нибудь неконсистентном состоянии. Понимаете? Ну, например, список, да? Вот тот же самый односвязанный или двусвязанный список. И я там вводил параметр, собственно, size. Да, его размер. И я его поддерживал все время равным реальному размеру списка. Для чего? Ну, это был закэшированный размер, который мне, чтобы не вычислять каждый раз, пробегаясь от начала к концу, я его просто сразу отдавал, когда мне нужно узнать размер списка. Правда? Понятно? Вот я вот, но тем не менее, когда это просто структура данных, какой-нибудь негодяй может взять и сказать, о, динамический список, я знаю, как с ним работать, и как Карлсон с этой машиной паровой взять и всунуть туда какое-нибудь звено, а size не увеличить. Понимаете? То есть он может не подумать. Так вот, инкапсуляция, она ставит, соответственно, запрет на это дело. Поэтому, по сути, инкапсуляция – это принцип. Это не одно какое-то синтаксическое слово. Это множество различных синтаксических конструкций, которые поддерживаются языком программирования C++ и направлены на ограничение возможностей программиста. И это хорошо, когда программист декларирует какие-то ограничения, а компилятор его автоматически будет проверять, то тем самым программист обеспечивает себе надежность. Он точно сам не сделает плохого. И если он выдаст за какую-нибудь подзадачу по своему товарищу, понимаете, то этот его товарищ, он не сможет испортить, пока он не поменяет интерфейс, который, собственно, делает проконтролируем. Понятно? А контролирующие конструкции, они прописываются именно в интерфейсе. Мы с вами уже создали несколько модулей, поэтому вы себе прекрасно представляете, что есть такая вещь, как интерфейс, то есть некая, как сказать, внешняя часть, которая взаимодействует с внешними, и внутренняя реализация. Например, у функции, заголовок функции – это ее интерфейс, способ с ней провзаимодействия. Можно две закрыть? А ее тело – это реализация. Понятно? Ладно. Значит, так вот, еще раз. Я сейчас класс погружу как бы, как бактерию погружу в мембрану, такую капсулку, так как коробочку к какому-то своей платье электрической, коробочку прикреплю и закрываю крышечкой. Ну, мне очень нравится бактерия, потому что она живая. То есть у нее есть некие методы, которые мы можем вызвать, мы ее можем снаружи возбудить на что-то, события ей как бы-то послать, а она на это событие отреагирует, в том числе изменением своих внутренних параметров. Ну и что-то нам выплюнет. Ладно. Давайте с вами засунем теперь студента в класс. Пока что тот же самый студент, класс, студент. Но теперь у меня он будет следить за тем, что будет происходить с его атрибутом. Если я написал слово класс, то все атрибуты и вообще все, что я сейчас буду создавать, оно будет по умолчанию приватным, то есть частным. То есть вот этот вот H, он у меня по умолчанию, то есть я ничего не написал, а он у меня уже приватный, то есть инкапсулирован. Ему нельзя будет заступиться. Вот я сейчас, я время-то закрою, вы не закрывайте, смотрите. Рядышком я напишу, что я создаю студента A, но на самом деле, конечно, мне нужно будет, как я уже писал конструктор, ему нужно будет выдать какое-то имя, там, не знаю, Вася17, ну и мы пропишем конструктор, конечно, сейчас. Но перед тем, как я пропишу конструктор, я хочу ввести важные ключевые слова и пояснить, что значит, что частное. Это означает, что я теперь не могу взять и сказать, а H равно чему-то. Все, до свидания. H приватный. Не потому, что он константный. H не константный. Он переменный. Она лежит в памяти. Ну и стиль. Пожалуйста, можно заложить туда значение. Но так нельзя. Меня компилятор будет бить по рукам и говорит, вам нельзя. Private. Private attribute. Приватный атрибут. Приватный атрибут. Приватное свойство. Нечего туда лазить. Понятно? Если же я хочу подчеркнуть, а обычно программисты любят что-то подчеркнуть, что это действительно приватное, то они пишут вот сюда слово private. Для читаемости больше, да? А? Для читаемости уже больше. Private и двоеточие. Private и двоеточие – это открытие секции. То есть у меня внутри класса возникают секции по принципу спецификации доступа. То есть он начинает ограничивать доступ. Private, значит, сюда, к этим вещам, которые тут будут, нельзя. А если я захочу, я открою следующую секцию, напишу public, двоеточие, и все остальное, что ниже паблика, будет можно. Надо сказать, что можно несколько раз открывать private, потом паблик, потом снова private, потом паблик. Но обычно так не делают люди. Можно, но обычно так не делают. Обычно вначале private секция, а потом public секция. Причем общая логика такая, она не всегда, но принципиально обычно логика такая, что все данные, то есть атрибуты, это внутренности класса, внутренности объекта. То есть age и name, std, string, name, это атрибуты, и они не должны быть доступны извне напрямую. Общий принцип такой инкапсуляции. Все атрибуты прячь в приватную часть. А вот методы как раз публичные. Могут ли методы быть приватными? Ну да. Да, могут быть. Ну условно, представим себе, что у меня это какая-нибудь структура данных типа динамического двумерного массива. Вот я захотел сделать контейнер, но не двусвязный, односвязный список, а динамический массив, который молочит память себе. И в момент, когда памяти ему начинает не хватать, он делает операцию переаллокации. То есть он выделяет себе кусок памяти в два раза больше, и все значения, как из старого, копирует в этот кусок. И вот это действие, оно не должно быть доступно извне, но оно нужно. Оно нужно будет в одной ситуации, в другую. И можно его вынести себе, как некоторый внутренний приватный метод. Как его можно будет вызвать изнутри. То есть у меня еще раз, что возникает? У меня есть как биологическая клетка с какими-то органеллами. Я могу вызвать метод, а метод уже что-то будет делать там внутри, потому что методу, как внутренней функции, все доступно. В данном случае со студентом у меня реально никаких методов приватных не будет. У меня будут приватными только два атрибута и все. А все остальное будет память. То есть как раз классика жанра. Ну первое, давайте конструктор соорудим. Я деструктор не буду, а вот конструктор я все-таки напишу точно такой же, как и раньше. А давайте сразу же вопросик. А если я конструктор сделаю приватным? То вы не создадите объект. То я не создам объект. Не создам не потому, что конструктора нет. Конструктор есть. Но права его вызвать и мне нет. То есть такая, может такая выяснится ситуация, если я запишу конструктор и он будет приватным, то до свидания, а создать объект нельзя. Тип такой существует, а экземпляр его создать нельзя. Но можно еще в фабрик прописать метод, который будет вызывать конструктор. Вызывать конструктор невозможно. Конструктор это единственный метод. Ну кроме деструктора. Конструктор и деструктор вызвать нельзя. Все в том смысле, что берем какую-то функцию, она возвращает созданный объект. А эта функция должна иметь доступ к приватным? Нет, нет, функция внутри паблика будет какая-то. Метод внутри паблика может быть вызван только тогда, когда объект уже создан. А чтобы создать, надо создать как-то. На самом деле идея-то неплохая. Надо действительно какую-то функцию, которая имеет право на доступ. Сделать френдом, например, что-то. Откуда ты знаешь про френд? Ну это... У нас лава была. Лава. А что там были френды разве? Нам рассказывали там. В описании было написано френд. Что-то там мелькнуло. Френд, он, казалось бы, на первый взгляд разрушает инкапсуляцию. Нет, честно говоря, не очень понятно, чем он отличается. Френд это нарушение ООП. Иногда бывает удобно. Иногда... Ну знаете, мелкие нарушения, они иногда помогают. Но, как и всегда, не надо делать из фишек, которые могут помочь в каких-то ситуациях. Делать стандартный способ использования. Ну то есть использовать в качестве грязного хака. То есть в качестве грязного хака его можно использовать. Ну он иногда элегантно может быть использован. Но элегантный грязный хак, не костыль. Да. Он иногда бывает, может быть, создан. Например, если я хочу создать такую специфическую функцию, которая действительно будет дружить с этим классом, и внутри этой функции я смогу вызывать, соответственно, конструктор, создавать экземпляр. Понятно? Такой, как и называется, конструирующий... Конструирующая функция, да? Или конструирующий... Ну, правда, метод. А нельзя так сказать. Ладно. Короче. Я делаю сейчас публичный... Конструктор должен быть публичным. Нормальная является ситуация, что конструкторы все публичные. А, нет, есть такая ситуация. Бывает иногда, когда объект не подлежит клонированию. Например, объект отвечает за файл. Уничтожение объекта будет означать закрытие файла. Ну, например, вот эти Ostream. И Stream, Ostream. Мне нельзя разрешить сделать копию объекта. Потому что копия объекта, она что, должна захватить этот файл еще раз? У меня, помните, у меня, помните, инициализация есть, инициализация подразумевает acquisition, ну, как это называется? Resource acquisition и публичный инициализация, 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 захват ресурсов. То есть, а я делаю второй объект, который захватывает тот же ресурс, то есть он клонируется методом копирования по байковому, да, он копирует дескриптор, а когда первый объект теперь еще жив, а второй взял и удалился изнутри функции, то что получается? То есть, файл закрылся уже, а тот объект держит дескриптор на уже закрытый файл, фигня какая-то. Иногда бывает нужно взять и часть конструкторов запретить. Помните, я вам говорил, что конструктор клонирования, конструктор, который делает копию, он делается всегда по умолчанию. И присваивание тоже оно по умолчанию для любого объекта создает. Так вот, оператор присваивания и конструктор клонирования бывает частенько удобно запихать в private, и тем самым мы их совсем не можем не создать. Но сделать их приватными, а значит недоступными можно. Запихать их туда, поставить им пустые тела, формально они существуют, существуют, реализованы, реализованы, а вызвать нельзя. Ясно? Вот такая фишка бывает. Специально нужна для того, чтобы ограничить возможность копирования объекта и создания его дубликата. Олк. Так, ну что же, значит давайте. Но в нашей ситуации все просто, просто студент, мы его создаем, нам нужно сделать конструктор не по умолчанию, тем самым автоматически отключится конструктор без параметров. Итак, я создаю соответственно студента и передаю ему в качестве параметра, что name std screen, ну давайте я назову ее там x для краткости, и int a. Ну и соответственно тело у меня состоит в том, что я в h отправляю a, в name отправляю x. Ох, какие хорошие вопросики, у меня есть задача, но помолчу пока. Довольте. Потому что я не помню список инициализации. После скобок давайте двигаться дальше. Мне очень важно сейчас спецификацию доступа к полям дойти до конца. Значит еще раз, правят и паблик, да? Конструктор есть, создали. Значит и классическими являются методы getter и setter. То есть для каждого атрибута, который у меня существует, если вы будете пользоваться каким-нибудь конструктором программного кода, а для объектно-ориентированных программ частенько бывают такие конструкторы, которым вы рисуете диаграмму классов. Вот я пользовался таким под названием umbrella. Вот для демонстрации. То есть не в реальном проекте это было, но вот umbrella. Собственно это UML конструктор, в котором вы рисуете диаграмму классов, и он по этой диаграмме классов вам создает собственно класс. Только достаточно поподробнее пропишите ему, что из себя класс представляет. А вы помните, я уже рисовал вам диаграмму маленькую, ну из одного класса student, я уже рисовал его student. То есть student прописали, прописали сюда, что у него собственно есть age, что это у меня int, что у меня есть соответственно name, это соответственно std string. Какие у меня есть методы, значит методы нетривиальные, это что у меня, aging, void, aging, ну и super, ну и print, void, print этого студента. Да? Помните? Соответственно если я скажу этой umbrella, говорю, сгенерируй мне программный код на C++, то она мне быстренько набросает вот такой, раз, и вот так вот напишет вот это вот. Ну естественно, что робот он тупой, и напишет мне кое-что по умолчанию, некое стандартное дополнительное, а я-то на самом деле хочу, чтобы этого не было. Итак, что он напишет? Он мне, я правда сейчас не помню, обрели он делал или нет, но по идее должен был это сделать. Он бы мне вот эти атрибуты age и name обернул каждый getter и setter. Он бы мне здесь написал, соответственно, что у меня есть void setter, соответственно, int a, да, и age равно a. void getter, соответственно, в прошлом случае void int getter, да, и подписал бы сюда квалификатор const. Сейчас скажу, что это такое, почему он нужен. Значит, e, а здесь сказал бы return age. Чтобы вам было смешно, я сейчас смешное сравнение скажу. У меня это отсюда, ну и то же самое для name, set name, get name. Вот этот объект такого класса сейчас ведет себя как лох. Ему говорят, гони деньги. Он дает деньги. У тебя смешно столько денег. Ну, я говорю, да, у тебя столько денег. То есть, он послушный, то есть, да, мы вроде бы обернули методами. Доступ к атрибуту я обернул методами. Но мои методы, они тупые и послушные. Захотел узнать, чему равна переменная, пожалуйста. Захотел узнать, пожалуйста. Все по вашему велению. На самом же деле, реальность бывает очень разная. То есть, смысл вот этого вот в том, чтобы запретить прямое присваивание, но вместо такого прямого присваивания я могу сказать, а точка set... Ну, нет, я не знаю, нет. Давайте, а h плюс плюс мы запретили, например, да? Хорошо. a.setAge в скобках a.getAge плюс 1. Проблема. А? Проблема. Еще раз? Проблема. Ну, в общем, смысл в том, что я все равно могу взять и сделать увеличение возраста без празднования дня рождения. Вы помните, да? A.getAge делал для того, чтобы сделать... Чтобы он всегда праздновал и всегда увеличение было только на один год. Но вы же могли не делать... А? Но вы же могли не делать с A.getAge. Просто он может не ограничиться этим. Он может не ограничиться этим. Ну, например, ладно. GetAge, допустим, мне как раз вполне может быть полезен. GetName, GetAge, почему бы нет? То есть я буду выдавать ему свой возраст, я буду выдавать тому, кто спросит свое имя. Но вот вопрос с изменением. Ну, во-первых, setName, естественно, мне не нужен. Где-то мне имя менять не собирается. А вот setAge, если уж я и хочу менять age, то я могу по крайней мере, перед тем, как его реально туда присваивать, проверить на корректность. Например, что у меня вообще вот это A число положительное. А во-вторых, может быть, даже проверить, что это число A больше, чем текущий возраст. То есть если оно меньше, либо равно текущего возраста, то чего я буду туда присваивать? То есть только в ситуации, если A больше, чем age, в этом случае age равно A. То есть хотя бы какую-то проверку. Но я же договорился, что я хочу, чтобы студент все-таки не мог пропускать свои дни рождения молча. Да? И все... А, кстати, между прочим, уж если так, то я могу, на самом деле, вот здесь не все равно A сказать. А сделать цикл for, который будет вызывать aging. Нужное количество раз. Понятно? То есть что реально будет делать setAge? И откуда реально этот getAge достанет информацию? Это большой вопрос. Существует такая штука. Ее нет в C++, но она, кажется, реализована в C-шарпе. И она реализована, по-моему, в питоне. Это такая штука, называется свойство. Свойство. Этого, еще раз говорю, в C++ нет, но идея красивая. Идея красивая. Представьте себе, что я прописываю специфический setAge и getAge. Какой-то специфический. При этом атрибут отсутствует. Атрибут отсутствует. А на самом деле хранится что-нибудь другое. Например, год рождения. Он где-то запрашивает текущий год, из какой-нибудь глобальной функции дергает текущее время, смотрит на год и отвечает какой-то age. Ну, это же логичнее, правда? Время-то идет. А кто же в объекте будет менять age? Что мне, значит, периодически нужно подновлять этот год? Нет, я просто буду, как сказать, сравниваться. А getAge и setAge может при этом быть? Да, вполне. Но при этом он должен будет подменить birth year, уж если я сейчас, в принципе, делаю. Но я буду как бы взаимодействовать с внутренней структурой самого объекта, буду взаимодействовать через имитацию какого-то внешнего свойства. Понимаете? То есть можно еще создать вот такую разницу между внутренним атрибутом и свойством, которое извне выглядит как некоторый атрибут. И еще раз говорю, в плюсах этого нет. В питоне, по-моему, и есть. Но можно сделать так, чтобы А точка age равно, и запихивание туда какого-то значения, на самом деле интерпретировалось как вызов с центра, которому передается значение. Понятно? Называется property, свойство класса. В плюсах этого нет. Ладно, пропускаем. Ладно, в общем, вы договорились, что сет age нам реально не надо, не нужен. Не тот никакой. А мы делаем публичным гетто. И делаем ageing тот самый, про который я и говорил уже. И уписал его уже. Lloyd ageing, который, соответственно, делает age плюс плюс и кричит с днем рождения. Все out. Ну, я просто напишу ура. Так. Ну, пока на этом давайте остановимся. Пока на этом остановимся. Поговорим про const. Что вот это за штуковина? Я встречал const перед типом переменной. Это значит, что переменная является контактой. Const int n. Да, например. Я встречал const перед ссылкой. Если у меня есть константная ссылка на что-то, то по этой ссылке я менять объект не смогу. Ну, давайте какой-нибудь пример приведу. Например, вот у меня есть student a, а я возьму и создам рядышком константную ссылку. А, прошу прощения, забыл написать конст. Конст student ampersand x равно a. То есть я эту ссылку инициализирую объектом a, и x является, собственно, альтернативным именем a. Понятно? То есть объект один и тот же. Ссылка, она не создает новый объект. Понятно? Она является просто способом обращения с этим объектом, как с константной. Понятно? На самом деле объект не константный, но по этой ссылке он константный. Так вот окажется, что если я не напишу слово const, то я не смогу узнать, я не смогу узнать x.getAge. Почему? А потому что компилятор, он будет проверять формальное соответствие этого метода константности, в смысле правого доступа. Сейчас мы пользуемся этим объектом по константной ссылке. и вызываем метод, который потенциально меняет. То есть если там слово const не дописано, то откуда он узнает, что там внутри не происходит изменение age или name? Как он это узнает? Поэтому сделано следующим образом. Для константных ссылок мы можем вызывать только константные методы. То есть методы, которые помечены словом const справа. То есть заканчивается сигнатура метода и справа еще дописывается const. У функции такого не было. Это именно специфика методов, которые живут внутри класса. И это означает, что этому методу запрещено менять атрибуты класса. Можно вопрос, пожалуйста? И вызывать не константные методы тоже. Вы могли прописать const, допустим, перед bit.h? Нет. Тогда будет любая помощь. Если написать const int bit.h, то он будет думать, что я возвращаю константный int. Правда, как это себе представить, я не знаю. Скорее всего, не получится. Но вот константный указатель можно вернуть. То есть указатель на константную. Указатель сам переменный, но он указывает на то, что нельзя видеть. То есть const int звездочка вполне допустима, но это не то будет значить. В этом случае, если я хочу сделать константный метод, const пишется именно справа после закрывающейся скобки где все параметры пишутся. Так. Значит, раз мы с вами разобрались со спецификаторами доступа public и private. Public можно дергать, private нельзя. А обход этого какой? Собственно, правильный обход. Дергай методы публичные, которые будут, собственно, менять правильным образом. И тот, кто пишет класс, он умнее меня, он знает, как внутри устроен этот объект. Там, допустим, это динамический двусвязный список. Уж он разберется, как правильно добавить элемент, при этом там не забыв нужные атрибуты, сайз, может еще что-то надо ему там. Понятно? Двигаемся дальше. Оказывается, оказывается, существует еще один интересный вид, один интересный вид членов класса. Допустим, я хочу создать счетчик студентов. Счетчик студентов, который будет считать этих самых студентов, сколько их штук. Что это должно быть такое? Это должна быть глобальная переменная. Правильно? Она должна существовать независимо от существования объектов. То есть, я еще ни одного студента реального не создал, а счетчик уже должен иметь в себе ноль. Правильно? Более того, это должна быть глобальная статическая константа, должна быть в сегменте данных, загрузились в программу, у меня уже ноль студентов. Понятно? Объекты создались, удалились. Все прекрасно, но в конце концов он чему-то там нравится. Когда все удалились, снова ноль. Ясно? Вот хочу это сделать. Как я могу с этим поступить? Если это будет глобальная переменная, я в конструкторе буду делать плюс-плюс, в деструкторе минус-минус. Кажется, что все, решение. Я устно рассказал всю логику, правда? Для каждого объекта вызовется конструктор, деструктор, все. В любой момент посмотри, и увидишь, сколько сейчас живых студентов. Не отчислил. Понятно? Но нарушается принципом капсуляции. Я могу к этому счетчику доступиться извне. Более того, он никак не привязан к моему классу. Он как-то student counter как-то будет называться. Понимаете? Но одно дело, когда переменные связаны друг с другом, переменная и тип связаны друг с другом просто именами, только как у нас было с динамическим списком, пока я классами его не сделал. А я его, собственно, и классом так и не сделал. Он оставался еще этим. Потому что у нас накрылся проект. Так вот, связь просто именами, она слабая. Понимаете? Мне хотелось бы прям как-то запихнуть эту глобальную переменную внутрь моего студента. В питоне была такая вещь, как классовые атрибуты и экземплярные атрибуты. Помните про козуеву рассказывать? Была абстрактная коза. Да? Э. Как она? Коза там называется? Гад. По-моему. Год. А? Год. 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 Э. Год. А есть конкретный, да. В. Год. Зайка. В. Год. Белка. Да, конкретный. Экземпляры козы. Да? Так вот, у меня может существовать соответственно атрибут, который является классовым атрибутом. То есть, для глобальных, для всех коз. Некий счетчик коз или чего-то еще. Вот здесь мы это реализуем при помощи так называемых статических атрибутов. Понятно? Статические атрибуты. Вот, что я для этого сделаю? Я сейчас не буду это делать внутри студента, я напишу отдельный класс, который будет тупо считать, сколько экземпляров этого класса и больше ничего. У него не будет ни age, ни name, ничего. Значит, вот такой вот класс, который назову self-counter. Самый счетчик. у него будет приватной следующая переменная. Приватная следующая переменная. Собственно, counter. Но этот counter будет целым числом, при этом статическим. Static in counter. А что статик означает? в этом случае статик означает, что у меня этот counter является единственным на все экземпляры. Он является, по сути, классовым атрибутом. Или, короче говоря, он статическая переменная, существующая в рамках модуля. Она только это переменная, которая живет независимо от существования объектов. Она потому и статическая. она существует независимо от того, существует хоть один экземпляр в counter или нет, она уже существует. Она живет в сегменте данных. Неважно, где мы создаем объект, в динамической памяти, на стеке, counter живет в data. Загружается вместе с файлом. И инициализируется в момент компиляции. Фактически загрузка памяти, она его просто копирнет значение начального этого каунтера. А доступаться я к нему буду из конструктора и инструктора в паблик self-counter в конструктор пишу. каунтера. Отсутствует сегодня белоклинуши, который хорошо пишет лекции. Да. А? Ну, кто-нибудь пишите хорошо лекции. и я ничего не делаю, кроме увеличиваю каунтер на единичку. В чем его сродство с обычными атрибутами? А доступ к нему здесь, видите, какой простой. Мне даже не надо писать dis-counter, просто counter плюс и все. Понятно? то есть он является атрибутом, но статическим атрибутом. Соответственно, в деструкторе self-counter я могу узнать, точнее, не узнать, прошу прощения, а уменьшить counter минус-минус. В данном случае неважно минус-минус counter или counter минус-минус. Ну, подождите, а как же мне узнать, текущее значение этого счетчика? Ну, я могу, конечно, взять и написать метод, который будет называться get-counter. Да? Ну, или просто get. Но я не смогу позвать этот метод, пока у меня не будет реального объекта. Понимаете? То есть проблема будет в том, что пока нет объекта, я не смогу узнать, сколько же их штук. если я нахожусь внутри функции, и у меня внутри этой функции надо узнать, сколько у меня этих self-counter объектов создано, фактически, при этом я внутри этой функции не имею экземпляра этого объекта и ссылки на этот объект, но нет, то я не смог это сделать. Я хочу сейчас сделать такой метод, который я смогу позвать даже тогда, когда нет ни одного экземпляра self-counter. Понимаете? Нет ни одного объекта, я могу позвать такой метод. Забавно? Что за метода? Статический. Статический метод. Я прописываю static, называю его getCounter, это обычный getCounter. А int? Ой, простите, действительно, static, это его квалификатор в принципе, что он статический, а int относится, то есть static не относится к int. Понимаете? Не static, не static int, возвращаемый тип, а возвращаемый тип int, а static это квалификатор метода, что метод является статическим. Static int getCounter. А он точно поймет, да, что это к методу относится, не после опроса? Абсолютно. хочет. И, соответственно, делаю что? Ну, всего лишь то же, что сам делает любой getCounter. Return counter. Давайте с вами проговорим еще раз, что можно делать внутри константного метода? Внутри него можно узнавать значения всех своих атрибутов, возвращать их можно, и можно, можно вызывать константные методы. Нельзя менять атрибуты, нельзя вызывать неконстантные методы, методы, которые не подмечены как конс. Что можно делать внутри статического метода? Внутри статического метода Я могу узнавать и менять, и менять тоже могу, свои статические атрибуты. А чего я не могу внутри статического метода? Узнавать не статические атрибуты. А менять? И менять не могу. Я даже узнать не могу. Почему? А именно потому, что этот метод может быть вызван безотносительно к объекту. А значит здесь внутри, вот здесь вот в этот момент не существует this. То есть внутри статического метода такое понятие как this не определено. В питоне такая штука есть, называется класс метод. Класс метод. И у него вместо self идет слово, не помню, не класс, а как-то по-другому. Ну там тоже есть, то есть соответственно возвращает само наименование типа, а не сам тип возвращает, а не объект типа текущий. Понимаете? То есть в данном случае у меня вот здесь я не имею указателя на текущий экземпляр, потому что его просто не нет. Может быть есть, может быть нет, но в любом случае this у меня нет. А раз нет this, то я не могу узнать любые не статические атрибуты. Здесь их правда нету, но если бы это был студент, если бы я вот этот функционал к нему притащил, то я бы не мог из этого статического метода выступаться в хэйджер к ней. Да. А можно вопрос, может все-таки тогда надо было эти вот статик каунта и статик где-то каунтер прописывать в студенте, потому что как-то непонятно как с этим классом работать. То есть у нас как бы мы создаем, у нас же вообще-то он должен что-то, или это просто независимо. Я его сейчас для демонстрации сейчас напишу. А, то есть это сильно студент, я просто не понял, как его к студенту прикручивать. Как у студента прикрутить? Да взять вот этот метод туда пихнуть, туда вот атрибуты. А статический метод getCounter пихнуть туда. Counter++ в конструктор, counter-минус-минус в деструктор. Пожалуйста. А, ну все, нет, я просто... То есть никаких... Нет, это функционал легко впихнуть в любой класс, если вам это надо. Обычно это не надо считать сколько объектов, но какая-то отладочная информация. Нет, я к тому, что подумал, что у нас отдельно есть этот класс, отдельно класс студенты, как-то они потом... Это отдельно сейчас, я его не хочу перегружать, чтобы в нем было только вот проэстетические методы и поля. Соответственно, что у меня теперь получается? Я закрываю. У меня этот объект не нагружен никакой функциональностью, но зато он считает сам себя. Давайте с вами сделаем функцию main, из которой я зову какую-нибудь другую функцию. void f внутри... Или давайте как-то пластик, так, жанра, full, да, и изнутри которой этой функции я запускаю какой-нибудь цикл... for int i равно 0, i меньше 3, i плюс плюс, и делаю что? Создаю экземпляр, собственно, self-counter... А, так, я прошу прощения, я забыл. Я вот здесь вот хотел создать, собственно, self-counter... А, это дело внутри функции full... Да, в теле цикла я создаю, соответственно, self-counter... self-counter, соответственно, v экземпляр... Тут же закрываю тело цикла, то есть я только создал экземпляр, сразу тело цикла закрылось. Да, закрыл тело функции, по качанию их цикла из функции выходим. И вот я изнутри main, ну, в main я создаю self-counter в какой-то момент с именем... А, может быть, и a даже, потому что какая разница, какое у него имя, оно может совпадать тут локально, тут другой функцией. Ну, ладно, назову его x. Значит, и вызываю функцию full. Да, и после этого выхожу. Вот у меня вопрос. Какое состояние этого каунта в каждый момент? И как мы к нему доступимся? Ну, во-первых, как только у меня есть реальный объект, я всегда могу позвать... Вот здесь вот, например, позвать, соответственно, точка... ferselt.b.getCount. То есть для экземпляра я имею право для этого экземпляра позвать метод getCount. А мой вопрос, это вот, типа, как struct, а не там не a равно self-counter? Где? Set это get? Нет, это когда мы создаем там x, например, или a, вот в функции. Так у меня конструктор по умолчанию, он параметров не требует, можно вот так создать, можно вот так создать. Я создаю в нескольких местах, создаю экземпляр этого экземпляра. Понятно? Да. Так вот, ну, во-первых, я могу узнавать количество, текущее количество этих самых каунтеров при помощи getCount для конкретного экземпляра. Статический метод можно вызывать для конкретного экземпляра. Да. А у нас же, когда он, как он изначально лицеризируется? Ну же он, например, это не должен? Это отдельный важный момент. Сейчас я проговариваю. Спасибо за напоминание. Потому что сейчас программа даже работает пока не будет. А как мне определить? Да, здесь, естественно, будет создаваться, удаляться, создаваться на каждой итерации, заново будет новый. Создали, удалили, создали, удалили. Но я, тем не менее, могу посмотреть. Вот к этому моменту у меня будет один существовать, второй и третий тоже уже существует. То есть я каждый раз буду видеть троечку. Если я вот тут распечатаюсь, соответственно, то я увижу, например, что A.getCount, пожалуйста. Но доступ будет и в том, и в другом случае к одной и той же фактической переметке. Потому что она не принадлежит экземпляру и не увеличивает его сайзов. Она не влияет на размер объекта. Понятно? Она живет отдельно. В статической переметке. Далее. Далее. А вот в этот момент. Хорошо. Как только появился X, я могу позвать X.getCount. А вот в этот момент. Как мне узнать, что там ноль объекта. Оказывается, можно это сделать следующим образом. Я пишу имя типа self-counter, но я не могу написать точка. Потому что точка – это доступ к атрибутам, к атрибутам экземпляра. Зато я могу написать вот так вот два двоеточия getCount. Типа пространство имя? А? Типа пространство имя. Да. Дело в том, что все методы, и в том числе статические методы, живут в том же самом пространстве имен, как называется класс. Класс сам по себе создает одноименное пространство имен. Понятно? То есть класс под свои нужды, фактически, все, что внутри него, это и есть уже вложенное в него… То есть класс является пространством имен. Просто он подразумевает, что у нас то, что мы туда записываем как атрибуты, оно для каждого экземпляра будет свое. Понятно? То есть эти самые атрибуты, их много разных, поэтому я извне к ним доступиться обычно не могу. Взять self-counter, два двоеточия counter. А, кстати, в этом случае можно. Если бы он был не private, а public, то я мог бы к нему доступиться. Self-counter, два двоеточия counter. То есть из этого пространства имен взял и добыл. Он ведь глобально, он существует независимо от объекта. А если бы он был как у студента, например, я верну обратно h. Так вот, как у студента, они, конечно, называются student два двоеточия h, но к ним нельзя так доступаться, потому что они разные для каждого экземпляра. А статические, да, прошу прощения, обычные функции, обычные функции, которые лежат внутри класса, они, кстати, могут быть так доступны. Потому что атрибуты у каждого экземпляра разные, а вот методы у каждого экземпляра одного этого класса одинаковые. Соответственно, адрес функции student два двоеточия agent будет одинаковый для разных студентов. Понимаете? Функция одна. Это не имеет значения. ДИС фактически реализована как передача в Excel в питоне. ДИС это указатель, который передается автоматически при вызове нестатического метода. А если я взял функцию из... Ну, вот таким вот образом, как из пространства имен. Еще раз? И там используется ДИС. Какая, какая? Ну, я взял любую функцию, как будто из пространства имен. И там функция используется ДИС. Не получится ее вызвать, компилятор скажет, извините, это не статический метод. Вот так нельзя вызывать. То есть обратиться к этой функции и взять ее адрес. Адрес можно. Ну, это вопрос к адресам функции. Это непростая тема. Адреса функции. Хранение указателей на функции. Но, тем не менее, в принципе, адрес метода можно взять. А вот вызвать нестатический метод сложно. Его нужно вызывать для конкретного объекта. Тогда адрес будет аккуратно передача. И это делается втихаря самим языком программирования. Короче, еще раз. Мы можем статические методы, да и статические параметры, статические атрибуты, можем вызывать вот так вот через два двоеточек имени типа. Таким образом, нам совершенно не обязательно пользоваться конкретным экземпляром, хотя по-прежнему можно. Пожалуйста, из нестатического метода можно вызвать статический. А вот из статического метода нельзя вызвать обычный метод. Потому что адрес ниоткуда не возьмем. У тебя его нужно. Правильно. Ладно, разобрались с статическими методами. Пример с подсчетом количества экземпляров тоже посмотрели. Дружественные функции. Передача объекта функциям, возврат объекта как значение функции. Пример с подсчетом количества экземпляров. Мы с вами сейчас разберемся с клонирующим конструктором и оператором присваиваемым. Я уже устно сказал о том, что иногда бывает полезно отправить их в приватную часть. Но все-таки прям пример хочу прописать, когда это прям требуется. И либо перегрузить их. Если я разрешаю создавать бубликат, к чему это приведет? И отправку в конструктор. Спасибо. 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 Давайте вначале с дружественной функцией и приватным конструктором. Вообще дружественная функция, она совершенно не обязательно в случае с приватным конструктором нужна. То есть если у меня, например, вот такая связь, что у меня есть, например, класс машина, а есть у меня, соответственно, кармастер, объект кармастер, который занимается ремонтом машин. Они с точки зрения абстракции, они не являются друг другу ни один более общим по отношению к другу, ни тот более частным случаем с одного. Они разные совершенно объекты, из разных иерархий. То есть у них нет никакого наследования, невозможно никакой тут. Но тем не менее, я сейчас подразумеваю то, что у меня кармастер, получая машину, у него есть какие-то свои атрибуты, но у него есть такой метод, как repair. И он в этом методе будет получать, собственно, ссылку на машину. Rx. Ссылку на машину. То есть у меня между вот этими классами возникает ассоциация. У меня ни машина не содержит в себе в качестве атрибута мастера, ни мастер не содержит в себе машину атрибута разных два класса, разных два объекта. Но у меня какой-то метод этого вот класса должен иметь возможность доступаться напрямую к атрибутам машины. Понимаешь? Ну условно там engine, да? Не важно, какого он типа. Берет. Понятно? Берет. Который является приватным вообще. В этом случае я говорю, что у меня вот этот класс, он должен нарушить инкапсуляцию вот этого класса. Поскольку нарушение инкапсуляции является таким суровым и серьезным, то в этом случае она уж если нарушается, то уж нарушается совсем. То есть я говорю, вот этот метод repair является другом машины. Да? Другом класса машины. И значит он может доступаться полностью ко всем его приватным, защищенным, ко всем-всем-всем атрибутам, методам, что хочет, то и делает. Понятно? Скажите мне, пожалуйста, кто должен сказать, что он друг? Мастер должен сказать, я друг класса машины. Или машина должна сказать, он мне друг. Машина. Да. Действительно, здесь как государство выдает визы. Класс, который хочет разрешить, он выдает визу. Понятно? Он выдает визу. Причем виза может быть на дружественность, соответственно, выдана как функции, так и целиком классу, так и методу, конкретному методу класса. Еще раз, можно выдать визу, да, френдовость, выдать какому-то внешние функции, выдать какому-то внешнему классу. можно выдать какому-то конкретному методу класса. Причем этих виз можно выдать много. Правда? У меня может быть там Ка-мастер, а еще у меня может быть Олнер, например, да? Допустим, что у меня Олнер, это специфический класс, и он тоже должен иметь возможность залезть в Энджет, да? Поломать, чтобы вызвать мастер. Да. Ну, понятна логика, да? То есть у меня можно задружить мой класс со многими, с функциями, с классами, с несколькими сразу. Если я вызываю там френд, то он от друга сразу всем, да? Или можно только сказать друг по отношению только к одному из классов? Нет, нельзя задружиться, все глобально. То есть тогда, в этом случае, если ты хочешь, чтобы твой класс был дружицем, вообще всем, сделай его структурой, и тогда все, капсуляция снимается сразу. Структура, она по умолчанию публичная. Нет, я к тому, что когда мы делаем, как понимают, что это друг к тому, так у вас вонит? А так тип проверяет компилятор, все, он смотрит, какого типа функция, в смысле, что это за функция лезет туда. Ну и все, то есть ему очень просто проверится. По сигнатуре смотрит. Он делает это в момент компиляции, ну там все в порядке с этим, может не переживать. Ну, в общем, еще раз, да, и еще один интересный момент. Я могу зафрендить того, кого еще не существует. Понятно? То есть я внутри класса могу сказать, у меня будет такой френд, там функция такая, объявит функцию такую, она придет, если она придет, ей все можно. То есть компилятор может зафрендить функцию, которая еще не существует. Для нее не то, что определения, даже объявления этой функции не было. Понятно? То есть обычная ситуация какая? Мы можем сослаться на какую-то функцию, на какой-то идентификатор, только в тот момент, когда он уже объявлен хотя бы. Правда? Помните заголовки функции? Тела нету, ну так хотя бы заголовок, чтобы компилятор мог сверить сигнатуру, посмотреть, можно или нельзя вызывать. Понятно? Это исключительная ситуация, когда мы можем зафрендить несуществующую функцию, и если вдруг ее так и не будет создана, то поверьте мне, компилятор не расстроится, он раз нет, как сказать, виза лежала, выдал визу Наполеону, а Наполеона ее уже нет, ну и что? Не пришел, не потребовал, и не получил ничего. Понятно? Френдование какого-то функции, френдование какого-то класса никак не сказывается на размере экземпляра машины. Согласны? Правда? Функция репейр является методом кармастера. От того, что машина зафрендила метод репейр из кармастера, репейр не стал методом машины. Понятно? То есть еще раз смотри, дружественные функции, дружественные функции не являются методами. Это не методы. Когда мы дружим с конкретной функцией, то нам понятно, мы конкретную функцию, но если мы хотим, сказать, а я не знаю, вот кармастер, у него мало ли репейр, там какая-нибудь профилактика, тюн, там все, еще и каждый из этих методов, а мало ли я новый метод захочу создать. То есть я хочу глобально делегировать ему френдование, то я могу, соответственно, сделать дружественный класс. дружественный класс. Что это значит? Дружественный класс, соответственно, это, как сказать, я в кавычках возьму слово виза, виза на все его методы, на все методы разум. еще вопрос хочу, я не хочу. Сразу паблик, может во втором случае сразу паблик прописать, я не знаю. Нет. То есть я дам только о конкретном классе говорю. У него, у кармастера методы, которые есть уже, которые еще кто-нибудь допишет. Всем этим методам можно лазить в двигатель. А вот другим классам, или вообще просто какой-то функции, мейн, или какой-нибудь фу, лазить внутрь нельзя, это приватно, и все там в порядке. Консуляция соблюдена. Понятно? Есть, правда, некоторая тонкость. Вот, например, представьте себе, что я сейчас попытаюсь вот это делать, сейчас у умера не будет, кар и кармастер. Соответственно, я сейчас попытаюсь прописать коротенько, без реальных атрибутов, методов, просто скандовать. И только один метод repair. Итак, я создаю класс кар. А, сейчас, прошу прощения, у меня здесь не будет видно, давайте справа. Класс кар, в котором у меня есть private, ну, давайте у меня engine, будет int. Int engine. А repair будет заключаться в операции плюс-плюс, например. Значит, соответственно, и я вот здесь, да, и еще один момент. Френдование, неважно, где производить, в паблике или в private. мне не надо писать здесь паблик френд, private френд, тайный друг, публичный друг, нет. Просто, френд это френд, не меняет интерфейс класс, не является его методом. Это виза на кому-то другому вообще посторонним. Поэтому я не пишу паблик, я просто пишу. А также у меня в конце описание, все, класс закончился. То есть, описание его методов, а у меня никаких методов сейчас нет. класс такой, не методов, один атрибут единственный, и private. Но описание закончилось, я пошел писать френдов. И пишу, у меня есть френд такой, френд кармастер. Ой, прошу прощения, в случае, если я френдую класс, то мне надо написать френд класс кармастер. Ну, а ниже я описываю класс, соответственно, класс кармастер, в котором я, собственно, описываю публичный метод repair, void, repair, этот метод repair по ссылке получай экземпляр car, car, x, соответственно, и осуществляй операцию x точка engine, то есть, то самое, за что, а в обычной ситуации, мне принцип инкапсуляции дал бы пошире, сказал бы, извините, нечего лазить в атрибуты, а тут, пожалуйста, взял и залез, конечно, ясно? и это позволено именно благодаря френдованию класса кармастер. Захачу у кармастера создам еще несколько методов, в каждом из них я могу, имея ссылку на конкретную машину, могу с ней это делать. То есть, сам право делать это не значит, что я могу взять и делать это, разыскивать эти машины чудесным образом. Мне все-таки, извините, ссылку или указатель на машину надо как-то в метод класса передать. Но если уж она есть, то можно будет лазить туда внутрь. Ясно? За счет этой визы. При этом, я могу так сказать, подождите, но я все-таки не хочу давать такое слишком большое разрешение. Давайте разрешать поменьше. А разрешим только методу репейт. В этом случае я, во-первых, убираю слово класс. Я теперь не класс, я только какой-то его метод. хочу запрендить. А именно как я поливее напишу кармастер два двоеточия а это репейер. Так. А теперь возникает такой момент. У нас же есть перегрузка функций. Да? Эх. А значит репейеров может быть много у него. Надо указать конкретный. Значит, полную сигнатуру. То есть, void, репейер, кар, то есть, я сюда прописываю не просто кармастер репейер, а я пишу сюда. кармастер, кармастер два двоеточия, репейер, кар, ссылка, ну выяснилось, я могу x сюда не писать. В общем, приходится полностью повторить заголовок функции. Причем, обратите внимание, что в этот момент этой функции не существует еще. Ясно? Ее еще не описали вообще, даже не то, что не определили. Но все-таки вот в этом случае есть маленькая проблема. Если бы это была просто функция репейер, которой еще нет, то все было бы в порядке. А если классно создали? А если то? Лучше я со статическими элементами забыл один момент рассказать. Напомнили? Про начальное значение надо сейчас будет сказать быстренько, пока не забыл. Дело в том, что этот ноль нужно реально выделить эту память отдельно от класса, рядышком. Сейчас скажу. Ладно. Я в какой-нибудь из этих классов сейчас влюхну. Значит, короче, так не получится, потому что у меня компилятор, я вам говорю, метод репейер кармастера. Ну, как чей-чей-чей? Скажите, я такого еще не знаю. Это вообще кто? Это пространство имен, класс. Вообще, кто это такой? Вы меня не познакомили. Написать кармастера выше я тоже не могу, потому что тогда у меня там идет ссылка на кар. То есть, помните, я вам говорил, что межмодульная взаимозависимость циклическая недопустима. Да? А у нас здесь получилось внутри одного модуля рекурсивная зависимость друг от друга описаний классов. То есть, классы рекуррентно друг на друга вот так завязаны. Как быть? Ну, никак, правда? Вы знаете, я в какой-то момент, это было уже довольно много лет назад, я в какой-то момент в шок пришел, причем это было прямо на занятии, мне так стыдно было перед студентами, я просто не знал, как решить эту проблему. Просто встал, зная, ощущение было, что я знаю, а тут раз и все. Знаете как? Надо объявить, что кармастер это класс, который мы опишем в дальнейшем. То есть, его предобъявить. Кармастер это класс, ты не волнуйся. Класс кармастер. Точка с запятой. Прикольно? Да. Я просто декларирую, а, кармастер это класс. На этом компилятор, когда будет читать френдовую, вот он успокоится, скажет, да, да, я понял. Ничего страшного, я разберу. Чуть позже сигнатура понятна. Ясно? За счет вот этого дается распутать и тот горный их узел и, собственно, запрыгнуть. Так, со статическим атрибутом. Значит, давайте вот у меня вот здесь, вот прям вот сюда возьму, сейчас вы сможете это вписать туда, в каунтер, но я сейчас сюда впису. Знаете, все-таки я, нет, чтобы вы вписывали ровно то, что туда вписали, я повторю здесь. Я напишу только класс self-counter и конкретно вот это вот описание static int counter. Подождите, а я же сказал, что он должен быть равен нулю. А я же нигде ему ноль не присвоил, а мы знаем, что если ноль не присвоить, то переменные равны чего-то непонятно. Может быть, мне оно тут было просто написать равно нулю? Нет, так нельзя. Не запустится. А? Не скопилируется. А еще интересно то, что описание класса, по идее, если он лежит в отдельном модуле, должно находиться в хедере, а тела методов должны лежать в цппшнике. Кстати, они в этом случае так будут называться, self-counter, два двоеточия, get-counter, то есть полное название, они включают имя класс. Ну, я так не пишу на доске, просто потому, что я обычно не выдираю отдельно класс модуль, не разделяю его интерфейс и реализацию. Но в этом случае интерфейсом является исключительно заголовки методов, а реализация каждого метода лежит отдельно. Ассигнатура метода, она будет включать в себя название self-counter, два двоеточия, carmaster, два двоеточия, repair. То есть описание вот этой функции, если я захочу ее описать, тело отдельно, ниже по тексту, то мне придется написать void carmaster два двоеточия, repair car ссылка. Ясно? Мне это надо написать? Ну да, лучше написать. Лучше написать? Ну давайте, чтобы это тоже, потому что я этого не делал обычно, а стоит показать. Если я хочу явным образом, например, для класса carmaster явным образом разделить интерфейс класса и реализацию методов класса, то я пишу вот здесь точку с запятой, я оставляю внутри класса только заголовок, понятно? Ставлю точку с запятой, в смысле, фигурную скобку с точкой с запятой, я закончил описание класса, но линкер скажет мне, sorry, вы пытаетесь вызвать метод репейеров, для которого нет реализации. Поэтому я отдельно в цппшнике carmaster.cpf условно, carmaster.h содержит вот это, в carmaster.cpf я что делаю? Я пишу реализацию класса, реализацию метода. Метод что возвращает? void. Первым пишем, возвращаем, тип. название метода. Метод repair находится в классе carmaster, а значит, в пространстве имен carmaster. То есть, его полное название carmaster два двоеточия репейеров. То есть, вся сложность, она именно в том, что класс сам себе пространство имен. И когда я ссылаюсь на что-то внешнее в этом классе, извне, на метод, то я должен упомянуть его полное имя указанием соответственно названия класса. Вы согласитесь, когда я писал динамический список, я там вас немножко к этому подготовил, я все функции так и называл. Лист подчеркивания added, лист подчеркивания ноды подчеркивания insert. Да? Помните? А здесь вместо подчеркивания два двоеточия. А чтобы этого не писать, можно просто класс, да, в целом большинстве? Внутри вы можете просто репейер, когда вы для экземпляра дергаете, то вы просто точка репейер, потому что он тип и так определит, какой именно репейер дергать просто по типу экземпляра, для которого вызывает мимо. А в ситуации, когда вам нужно сослаться на него в модуле, например, да, то в этом случае полное имя приходится писать. Ну и дублируете параметры, соответственно, в параметры сант x, и тут уже пишете его реализацию. Соответственно, x.ed я к чему? Мне просто сейчас надо обсудить вопрос, а где будет жить собственно этот каунт? Потому что если я self-counter как класс отправляю в заголовочный файл, где ему место, то я понимаю, что заголовочный файл не компилируется, и мы с вами уже обсуждали внешние перемены, помните, extern. То есть я могу в заголовочный файл максимум extern какую-то переменную написать, а реальная переменная должна быть у меня в каком-то cpp, в каком-то модуле трансляции, в какой-то единице трансляции, в каком-то файле, который пойдет на компиляцию отдельно, в одном только. А во всех остальных должна быть ссылка на него, чтобы в момент линковки он подстыковался, и нашел переменную. Правильно? Здесь у меня этот каунтур является глобальной переменной, которая доступна изнутри класса. То, что и называется статический атрибут, статический параметр. Так вот, значит у меня cpp-шники этого счетчика своих собственных экземпляров вне всяких функций, просто вот прям в голом модуле должна лежать на верхнем уровне. Должна лежать собственно переменная, которая будет называться, иметь тип int. Называться она должна в полном имени self-counter два двоеточия каунтер. Понятно? Полное имя этого атрибута self-counter два двоеточия каунтер. И именно там я заложу ему ноль. И ноль, которая закладывается вот вне всяких функций, это и есть как раз констат, ну как сказать, закладка, инициализация в момент компиляции. я ему закладываю значение, которое потом будет доступно. Так, давайте отметим, что я успел. Можешь вопрос? Да, можно, конечно. А если вот, например, класс кармастер, то, что мы в заголовочнике прописываем, а если у нас какие-то атрибуты, их там же прописывать, да, то есть мы атрибуты, короче, где прописываем? Мы прописываем в заголовочнике и потом прописываем, должны ли мы их прописывать потом в... атрибуты прописываются в заголовочном файле и не прописываются в цппшнике, потому что они все равно для каждого гугляра создаются один. То есть просто в цппшнике просто беру и метод, так? Да, в цппшнике только методы прописывают. И private, и public, все, все, все. Все нужно прописать. И он там, куда надо, все подставит. Да, да, то есть он сленкует это дело, все подставит. Ну, я как-нибудь, если мы добьемся, чтобы это дело работало, я как-нибудь вам какой-нибудь класс прям разложу по модулям. цппшник, федер. Так, ну, до этого пока все. Вопрос какой-то? У них, в принципе, был пример в работе там, где википедия страниц, там был, по сути, класс, который был разложен на модуль. И был реализован, через двое точь. Они могут, в принципе, посмотреть из той работы. Как вариант. Википедия, да? Ну, Википедия. Да, и еще, сегодня я должен был рассказывать еще и так, присваивание объектов мы с вами не разговаривали про передачу объекта функциям в возврат объекта, не говорили, не там. Про перегрузку операторов я должен был еще говорить. Но она есть в лабе, она вполне понятна и, мне кажется, не требует никаких дополнительных вопросов. Ну, разве что сказать, что перегрузка операторов бывает в качестве метода и в качестве внешней функции. Иногда бывает, что эта внешняя функция должна зафрендиться, чтобы иметь доступ. А иногда ей не надо френдиться, она просто так может. И без френдования тоже сделать то, что надо. Понятно? Все. И будут вопросы спросить, а так все должно быть по идее. Спасибо большое. До свидания. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ